Вопрос 124. Спрашивают слушатели воскресной школы у отца Михаила Капранова, чего хочет достичь Игнатий Тихонов, всякий раз осуждая отца Михаила, засылая своих людей с приглашениями на свои лекции и всовывая в руки газетки? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Придет время, предсказанное пророками. Книга пророков Мосса, с 11 по 13 стихи, 8 глава. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря и до моря, и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут его. В тот день и стоевать будут от жажды красивые девы и юноши». Прихожане нашей Крестоводвиженской церкви города Барнаула, посещающие наши занятия, которые я веду в АГУ и АГТУ, ходили неоднократно на занятия отца Михаила и делали сравнение того, что они слышат здесь и там. Им есть что и с чем сравнивать. У нас занятия, полный курс, 4 года было и сейчас 5 лет. Мы проходим толкование всего Нового Завета по Святым Отцам Православной Церкви за это время, толкование Ветхозаветной книги «Песнь песней», противосектантские занятия около 20 тем. Учимся беседовать с разными слоями общества на основании Библии и на каждом занятии я отвечаю на все вопросы вот уже 12 лет по Библии. Смысл толкования любого места священного писания, вопросы политические, экономические, семейные, по работе, празднике, история, искусство, секты и многое другое. За это время отвечено более чем на 2900 вопросов. Готовится серия книг, около пяти томов по 752 страниц с открытым оком. Мы хотели, чтобы наши люди ходили на занятия к отцу Михаилу Капранову, а их люди к нам, но из этого ничего путного не вышло. Наших людей отец Михаил просто вытурил за шеи, не желая ответить ни на одну записку от них. Когда несколько человек из его группы пришли к нам на занятия, восторгу их не было конца. Теперь они члены нашей общины. Тарасова Лидия, Селина Галина и другие. Они сказали, уровень преподавания у отца Михаила Кухонный. И из года в год одно и то же. По книге «Закон Божий монотонно и смертельно скучно». Сонное царство без священного писания. Наши люди предлагали его слушателям бесплатно материалы к истинному крещению и другие 13 материалов, которые изданы в книге к истинному православию. И я глубоко убежден, верю в это, что эти материалы будут искать, согласно пророчеству Ломоса, но очевидно уже после моей смерти. Все они составлены и названы подборкой материалов на основании первой Библии, второе – канонов и соборов, книга правил, третье – творение святых отцов, вселенской церкви и четвертое – житий святых. Они неотразимы и неопровержимы никем. Но священники на глазах у своих прихожан демонстративно рвали эти материалы. Книга по року Иеремия, 36 глава, с 1 по 4 стих, с 21 по 32. В четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово к Иеремии от Господа. «Возьми себе книжний свиток и напиши в нем все слова, которые я говорил тебе об Израиле и об Иуде, и о всех царских, и о всех народах с того дня, как я начал говорить тебе, от дней Иосии до сего дня. Может быть, дом Иудин услышит о всех бедствиях, какие я помышляю сделать им, чтобы они обратились, каждый от злого пути своего, чтобы я простил неправду их и грех их. И призвал Иеремия варуха, сына Нирии, и написал варух в книжний свиток из уст Иеремии все слова Господа, которые он говорил ему. «Царь послал Иегуде принести свиток, и он взял его из комнаты Елесама царского песца и читал его Иегуде вслух царя и вслух всех князей, стоявших подле царя. Царь в то время в девятом месяце сидел в зимнем доме, и перед ним горела жаровня. Когда Иегуде прочитывал три или четыре столбца, царь отрезал их песцовым ножичком и бросал на огонь в жаровне, доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. И не убоялись, и не разодрали одежь своих, ни царь, ни все слуги его, послышавшие все слова сии. Хотя Елнофан и Делая и Гемария упрашивали царя не сожигать свитка, но он не послушал их. И приказал царь Иерамиилу, сыну царя, и Сераи, сыну Аризилову, и Селемии, сыну Авдеилову, взять Варуха, писая Иеремию пророка. Но Господь сокрыл их, и было слово Господня к Иеремии, после того, как царь сжег свиток и слова, которые Варух написал из уст Иеремии, и сказано ему, «Возьми себе опять другой свиток и напиши в нем все прежние слова, какие были в первом свитке, который сожег Иоаким царь Иудейский». «И царю Иудейскому Иоакиму скажи, так говорит Господь, ты сожег свиток сей, сказав, зачем ты написал в нем, непременно придет царь Вавилонский разорит землю свою и истребит на ней людей и скот. За это, так говорит Господь об Иоакиме, царя Иудейском, не будет от него сидящего на престоле Давидовом, и труп его будет брошен на зной дневной и на холод ночной. И посещу его, и племя его, и слуг его, за неправду их, и на виду на них, и на жителей Иерусалима, и на мужей Иуды все зло, которое изрек на них, а они не слушали. И взял Иеремия другой свиток, и отдал его варуху, песцу, сыну Нирии, и он написал в нем из уст Иеремии все слова того свитка, который сожег Иоаким, царь Иудейский, на огне. И еще прибавлено к ним много подобных тем слов.